В 2005 году в Израиле была создана компания, которая получила название Inspire. В переводе это означает «вдохновение и воодушевление». Продуктом этой компании является M-Guard Stent. M-Guard Stent представляет собой стентовую основу, покрытую тонкой сеткой, микронет-сетью. Основная идея заключается в том, что при постановке этого стента сетка должна фиксировать тромботическую массу внутри сосуда и таким образом уменьшить возможность дистальной эмболизации. Технология M-Guard и новый концепт получил большой резонанс следствия и нужности новых медицинских дебайсов для пенсии, особенно при лечении коронарных сужений с потенциалом дистальной эмболизации. К ним относятся в случае инфаркта миокарда с большой тромботической массой, суженные венозные шумпы. Они также имеют высокий потенциал для эмболических осложнений. В AeroPrimary PC проблема дистальной эмболизации и полный реперкуз и вторичного повреждения миокарда в процессе проведения процедуры имеют первостепенную важность в появлении нового девайса, dedicated для этих групп больных, представляя большой хранический эффект. В настоящее время используются два вида девайсов. M-Guard стенд на базе металлической основы и более современный Cobalt Chronym M-Guard Prime Stand. Он имеет более тонкий страц и улучшенную кроссабилити. Итак, какие черты характеризует M-Guard Stand? Это способность уменьшить посредством уплотнения и фиксации объем тромботической массы, таким образом уменьшая потенциал для дистальной эмболизации. Это способность фиксировать все составляющие патологические элементы Rapture Plug, такие как атерома, тромб, диссекция. Техника имплантации M-Guard Stand привычна для оператора, быстрая, легка и не требует большой education curve, время обучения. Так, как и аспирационная тромбоктомия, так и Эмгард стенд предназначены для профилактики дистальной эмболизации в ходе праймаря PCI. Два этой девайса решают проблему разными путями. Механизм Эмгард стенд связан с уплотнением и фиксацией тромботической массы. Механизм аспирационной тромбоктомии обусловлен редукцией объема тромботической массы во время аспирации. Эффект Эмгард стенд направлен не только на неуменьшение потенциала дистальной эмболизации, а также на все другие компоненты рапчат-плакт, атерома, диссекция. Эффект аспирационной тромбоктомии направлен в основном на тромботическую массу. Прогнозируемый шифт тромбо во время использования Эмгард стенд в направлении стенок сосуда, во время использования аспирационной тромбоктомии, возможно дистальное размазывание травматической массы. Как правило, имплантация Эмгард стенд отражает заключительную стадию PCI. Аспирационная же тромбоктомия имеет целью подготовки лижен для постановки стенда. Остаточное количество тромбов в сосуде, как правило, больше после проведения аспирационной тромбоктомии по данным OCT. Аспирационная тромбоктомия и Эмгард стенд могут использоваться вместе и в сочетании с другими девайсами в ходе primary PCI. Дистальная эмболизация в ходе primary PCI, как правило, развивается после имплантации стенда. Аспирационная тромбоктомия профилактирует ее развитие путем ремоделинга атеротромботической массы перед имплантацией стенда. Эмгард стенд является девайсом, работающим в наиболее опасную для эмболизации фазу. OCT наглядно показывает разницу в количестве остаточного тромба внутри стенда после имплантации Эмгард и имплантации стенда без сеточного покрытия. Master trial – это рандомальное перспективное исследование, проводимое в ведущих кардиологических лабораториях мира, имело целью сравнить процедуральные и клинические результаты применения Эмгард стенд, versus драйверинг стенд или бармековский у больных с ST-Evation Merchant Function в ходе primary PCI. 432 больных были включены. При наличии ТИМИ 0.1 флот проводилась аспирационная тромба к тюрьме. При наличии ТИМИ 2-3 флот при поступлении или после тромбоаспирации рандомально имплантировались, или Эмгард стенд, либо в контрольной группе драйверинг стенд или бармековский у больных. Результаты годового наблюдения были доложены на 10-2013 годах. Итак, сравнение процедуральных и ангиографических результатов в ходе primary PCI. Данный график показывает статистически достоверно большее количество больных с ТИМИ 3-флот после постановки Эмгард стенд в сравнении с контрольной группой драйверинг стенд или BMS. ST-Segment Resolution – важнейший электрокардиографический показатель миокардиальной реперфузии. Можно видеть, что в группе больных, леченных постановкой стента Эмгард, количество больных с ST-Segment Resolution полное, больше, чем в контрольной группе. График показывает частоту дистальной амболизации. Мы видим тенденцию к уменьшению дистальной амболизации в группе больных, леченных Эмгард стенд. Оценка клинических результатов за 12 месяцев не выявила разницы в основных показателях. Однако в группе Эмгард отмечено значительно больше случаев повторной интервенции ТЛР и ТВР в сравнении с контрольной группой. Результаты Master Trial показывают сильные и слабые стороны Эмгард стенд. С одной стороны Эмгард стенд улучшает миокардиальную реперфузию, соответственно, сохраняя миокард с потенциалом уменьшить зону некроза. С другой стороны, ассоциируют с более высоким уровнем ТЛР и ТВР, что приводит к необходимости к повторным интервенциям. В плане сравнения основных клинических показателей нет разницы между группой. Итак, если положительные весы, с одной стороны размер инфаркта, а с другой необходимость повторных интервенций, что будет более сильным предиктором клинического прогноза у больного? Если повторная интервенция в основном влияет на качество жизни, главным предиктором смертности является функция левожелудчика после перенесенного инфаркта. Общий прият, основные предикторы, что инфарктизия – один из самых сильных предикторов в долгосрочном результате. И настоящий причин, чтобы приобрести людей в КАТ-Лабе... Важным вопросом является джейл-эффект, дословно решетка, посадить за решетку за счет покрывающей Эмгард стенд микронет-сетки. Вызывает ли Эмгард более выраженное закрытие артериальных ветвей, входящих из зоны сужения в сравнении с другими стендами? Проведенное исследование и мой личный опыт не подтверждает это предположение. Следующим важным вопросом является Эмгард стенд у больных с бифуркейшн-вижн. Бифуркация – это излюбленное место для рапчат, плак и, соответственно, коронарной окклюзии. Лечение бифуркации может быть ограничено при постановке Эмгард стенд. А джейл-эффект может влиять на состояние исходящего сосуда. В настоящее время постановка Эмгард стенд у больных с бифуркейшн-вижн рутинно не рекомендуется. Что же может произойти с Эмгард стенд в случае раздувания баллона через его страц в направлении исходящей ветви? Растяжение сети ее надрывы. В любом случае это может быть триггером для развития атеросклероза, тромбоза, рястеноза и дистальной эмболизации. На ЮРА-ПСИ 2011 года мной был представлен доклад о применении Эмгард стенд для бифуркации. Были доложены случаи успешного применения Эмгард стенд у больных с Эстией, Лебейшн и Май и Кальпред Лижен в зоне бифуркации. Бифуркационная техника была разделена на три категории. Два критерия легли в основу этой классификации. Первый – это оппозиция сети и интим сосудов. Второй – это целостность сети после имплантации. Итак, неприемлемой является Краш-техника и Вистентинг-техника, не позволяющие достичь выбранных критерий. Доступной является Тистент-техника при условии имплантации Эмгард стенд в зоне восходящей артерии, в зоне сайт-бланч. Так достигается хорошая оппозиция сети при сохранении целостности. Доступной является Кулот, когда первым имплантируется Эмгард стенд. Техника позволяет достичь приемлемой оппозиции сети. Неоднозначной является Тистент и техника при имплантации Эмгард стенд в зоне основной артерии и техника расширения восходящей ветви баллоном через Эмгард стенд. Тистент и техника расширения восходящей ветви баллоном ассоциируют с нарушениями целостности сети, покрывающей Эмгард стенд. Итак, что же является показанием для применения Эмгард стента сегодня? В первую очередь это масса контейнерных ближин, то есть сужения коронарных сосудов, содержащие большое количество тромботической и атеросклеротической массы. Ruptured plaque with coronary thrombus – это классическая патогенетическая картина острого инфаркта миокарда. Degenerative SVG disease – это старые венозные графты, содержащие большое количество тромботической и атеротромботической массы, и при их закрытии также развивается acute coronary syndrome и ST elevation инфаркт миокарда. Противоречивыми являются использование Эмгард стенд в месте бифуркации, overlap с Эмгард стенд, restenosis treatment – лечение рестеноза у больных после применения Эмгарда и продолжительность антиплейтенс режим у больных после постановки Эмгард стенд. Если мы посмотрим в будущее, то будущее в развитии этой концепции стоит, скорее всего, в развитии scaffold, то есть растворяемого стента вместе с растворяемой сетью. Может быть развита сеть, которая пройдет процесс растворения после ее имплантации. Может быть сеть, покрытая лекарством. Может быть сеть с биоактивно-активным веществом.